Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург для участия в медиафоруме «Правда и справедливость» 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК ТР Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в день трагедии на 12 часов дня была запланирована встреча Акул-Пера с президентом Владимиром Путиным. После этого самарцы собирались отправиться на прогулку в центр города. Добраться туда они планировали как раз по синей ветке метро, где и произошел взрыв. Глава государства прибыл на встречу в конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на два часа позже срока. Бомба взорвалась за 10 минут до конца этого мероприятия. Наши попали на место трагедии только сегодня, возложили цветы. Напомню, по последним данным теракт унес жизни 14 человек. В петербургские больницы с места происшествия доставили 51 раненого. В городе на Неве объявлен траур, а во всех остальных регионах страны усилены меры безопасности. О ситуации в Самарской области материал Анастасия Романенко. Ежедневно метро пользуется более 43 тысяч самарцев. После взрыва, прогремевшего в подземке Санкт-Петербурга, людей пропускают только через рамки металлодетекторов. Пагаж досматривают. Раньше это делали выборочно. Выставлены дополнительные наряды полиции и сотрудников метрополитена. Все мероприятия мы, конечно, не можем озвучивать, потому что они для узкого круга лица. Но для пассажиров это в первую очередь сплошной досмотр. Даже проходя через рамку, произошла ее сработка, или ручный металлодетектор, на вас обнаружили какую-то металлическую вещь. В первую очередь нужно не паниковать, успокоиться, потому что честному человеку бояться нечего. Возможно, вы просто забыли что-то выложить из карманов. Если не удалось понять, на что срабатывают приборы, вам предложат пройти личный досмотр. Если у вас нет свободных двух часов, именно столько в среднем занимая тщательный осмотр, есть альтернатива. Каждая станция метро оборудована вот такими рентгеновскими установками. Обследование с их помощью возможно только при добровольном согласии гражданина. Занимает оно буквально 5 секунд и позволяет обнаружить оружие, наркотические и взрывчатые вещества, как внутри организма, так и под одеждой. Если вы не хотите раскрывать сумки при посторонних, вы можете попросить посмотреть ее через сканирующее устройство. Ужесточен пропускной режим и на железнодорожном вокзале. В связи с этим мы рекомендуем пассажирам прибывать на вокзалы заблаговременно. С работниками железнодорожного транспорта проводятся дополнительные инструктажи для повышения бдительности и отработки действий во внештатных ситуациях. Повышенные меры охраны предприняты и Международным аэропорту Курумыч. Речь идет об организации полетов и о деятельности терминала. В интересах безопасности эту тему пресс-служба воздушной гавани не комментирует. Сами гости города и жители к усилению мер безопасности относятся по-разному. Если мы не хотим взрывов, то лучше потерпеть какие-то неудобства. Все эти меры охраны, они бесполезны, судя по всему. Потому что раз такое происходит, все может быть. Да ну, боишься, не боишься, ездить надо. Должно быть внимания вообще. Мы же сами должны за всем следить. Отметим, в прошлом году самарским сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт. В апреле в поселке Красный Пахарь была ликвидирована подпольная ячейка радикальных исламистов. В подпольном молельном доме задержали 53 человека, нашли более килограмма взрывчатки. Обезвредить ее решили на месте. До этого дважды, в 2004-м и в 2011-м годах, самодельные устройства взрывались на Кировском рынке в Самаре. Тогда 11 человек погибли, 30 получили ранения. В Тольятти в 2007-м взрывался автобус. Было 8 трупов и 56 пострадавших. Силовики просят жителей быть бдительными, сообщать о подозрительных людях и предметах в полицию.